Есть одна очень большая разница между гардплеем и гардпасом. Фактически для гардплея вы должны знать 2-3-4 своих основных гарда, которые у вас хорошо скомбинированы и в которых вы работаете. Вы редко будете попадать в совсем неудобные для вас позиции. Вам не нужно знать все гарды на свете и все свипы всех гардов. Это работает не так. А вот с гардпасом, с проходами гарда ситуация ровно противоположная. Я не выбираю, в какой гард он меня возьмет. Это может быть Даларива, это может быть Спайдер, это может быть Ласса, там может быть все что угодно. Я изначально, допустим, не знаю, в какой гард я попаду. И если вы условно умеете проходить Далариву, которую там все берут, да, вот все, вы взяли Далариву, вы умеете проходить. И тут человек его модифицирует, допустим, залезает в дип отсюда, да, там, ну, например. И вы не умеете проходить в дип, не умеете проходить в дип-халф-гард. Вы такие, а, 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 что делать, что делать, что делать. И вот у вас здесь начнутся проблемы. Для того, чтобы успешно выступать, вы должны постоянно выполнять свой багаж знаний проходами разных гардов, да. Как минимум вы должны иметь в голове один-два способа прохода вообще любого гарда, который вам встретится. Потому что вы не знаете, чем попадется, как бы я вот смотрю на него в эту вот позу и не знаю, что он сейчас делает. Да? Дальше. Мне очень нравится сравнение, как бы, когда говорю про тайминги, про своевременное действие в борьбе, мне очень нравится сравнение с изнасилованием, да. Ну, представим, что вот вам хотят засунуть член в задницу. И защищаться от изнасилования, когда вам его уже в задницу засунули, ну, это немножко поздно, да, вам уже член в задницу засунули. Вы должны начать защищаться раньше, чтобы этого не допустить. То же самое с проходами гардов. Какая основная ошибка? Большой план. Часто люди такие, заходят просто в гард прямым шагом, так вам берут гард какой-то, все там, ну, давай нормальный какой-нибудь. Нормальный гард. Давай ловилку какой-нибудь бери, чтобы этот, не пенсионерское свое. Вы зашли, он взял на вас захват, и все вы такие, ну, все, сейчас я начну проходить. А он вас начинает уже вывешивать, да, начинает болтать, и вам уже очень-очень тяжело. И забирай хеллгард, да. Вы должны максимально подготовиться к тому, чтобы не дать ему возможности, да. То есть я не иду прямым шагом на него. Я, кстати, говорил в предыдущих курсах. Я в стойке, я называю, в блюдскую стойку, когда моя голова на уровне его головы. Можешь через боку кадров, пожалуйста. Да не ты, ты сиди здесь. Отлично, спасибо. Да. Я начинаю подходить к нему, я начинаю сразу же забирать захваты, которые мне нужны. То есть я беру захват, здесь я вот толкаю, да, чтобы невозможность проходить. Либо он будет брать лориву, пытаться, например, у меня здесь, да, локоть с коленом, который блокирует ему эту возможность, не дает, да. Пум. Я буду отрезать ему эту возможность, буду в дальнейшем сразу же, вот я блокировал локтем колено, дальше у меня рука переходит на контроль таза, я раскрываю, иду сюда, постоянно, постоянно, да, набирая контроль. То есть я не хочу прийти в удобную для него позицию, я хочу создавать для него максимально неудобные условия, чтобы облегчить свою работу. Да, то же самое, давай повернемся. На примере с заправлением ласса, мне это очень понравилось самому. То есть вот, люди берут здесь, он начинает заправить ласса, вы ничего не делаете, и все, вы уже в плохой позиции. Ну, давай обратно. То есть вот я здесь, он хочет заправить ласса, вот, я вставил локоть, раскрыл его ногу, могу перескочить там, если я там прыгучий. То есть я своевременно среагировал на его действия, и получил более хорошую позицию, которую могу реализовать, получил преимущество. Дальше. Следующая вещь, которая очень важна в проходах гарда, это создание постоянного давления. Я это приведу на примере халфгарда. Давай, с низшилдом. То есть коленочка вставь. Часто люди думают, что создать давление, это просто лечь на человека, вот так вот, просто лежать, и вот это вот, я давлю. Это немножко не так, смотрите, да, держу жесткую позицию, то есть, вот, я типа давлю. Это неправильно, что ты понял, что я в коробке, вот, смотрите, сейчас я не оказываю давление, мои плечи выше моего таза. Значит, что мне надо оказывать давление, что у меня башка тяжелая, у меня микрофон на ней, вот так вот клевать, нет? Я хочу создать давление, я контролирую его, я использую пальчики ног, поднимаю таз, вот я здесь, создаю давление. Мое давление, во-первых, не лишает меня мобильности, то есть я давлю, я могу двигаться в одну сторону, в другую сторону, я постоянно, постоянно хочу набрать преимущество. И оно всегда должно быть в сторону, потому что ты будешь давить прямо, да, если вы будете просто, да, да, не матерись. А, да, тебе станет плохо. Да, вот, вы должны постоянно во всех позициях давить, 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 это не просто лежать на человека, это использовать свои ноги, это использовать свой таз, это постоянно двигаться, 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 постоянно контролировать. Чем чревато переставать создавать давление? Смотрите, давай, не шил халкарт. Вот здесь я давил, 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 мне просто надоедает давить. Я расслабляюсь, человек влетает, и на вот этом вот движении, когда я ослабляю давление, он делает свое действие. И сейчас я в раскоряку встану здесь. Ну все, ну молодец, молодец, он Black Belt настоящий. Да не щекоти, говорят, я тебе щекотку пощекочу. Он еще щекотки не боится. Да? А то же самое с проходами. Ляг, пожалуйста. Какой-нибудь. Условно, да, реверс-галоривы. То есть вам заправили реверс-галоривы, вы такие здесь стоите, классные. Все, стою, он вас будет раскачивать. Нет, вы должны давить постоянно. То есть я хочу давить, я хочу добраться до его головы. Я хочу постоянно, постоянно выматывать его руки. То есть, видите, я все время двигаюсь. Запас сил у человека не бесконечен. Борясь с людьми, которые очень хорошо давят, да, я, разумеется, вставляю рамки, фреймы, еще возможности. Но минута, две, три, через три минуты работы под давлением у меня начинают, допустим, отваливаться плечи. У меня начинают закисать мышцы. У меня становится меньше мобильности. Становится очень-очень тяжело. Если вы создаете давление, вам пройти человека будет гораздо-гораздо легче. И в том числе потому, что очень многих людей, они сами этого сейчас не знают, наступает клаустрофобия. Условно, человек не боится оказаться в маленькой комнате в одиночку, да, там где тесно. Но, когда ему на лицо, с весом наваливается какое-то тело, там еще пот на кимоно прилипает, воздуха мало, места мало, у многих людей случается небольшая паническая атака, и они отпускают гард. Да, я много раз с этим сталкивался, вот, нормально, человек, как только ты его поджал, ограничил воздух, он прям начинает резко двигаться, как-то хаотично, теряет немножко контроль. И это дает вам возможность пройти гарт и получить одну из самых высоких оценок в джиу-джитсу, три балла, потому что, что такое три балла? Три балла, это очень тяжело отыграть, то есть даже если вы после прохода восстанавливаете, делаете свип, вы все равно проигрываете один балл, да. Это, на самом деле, очень серьезная оценка, вот эти три балла, и из-за них нужно сражаться. Теперь о сражении. Добавляю голову туда. Для многих людей джиу-джитсу стало, знаете, такое, лайфстайл-спорт, короче, не такое, айкидо, более реалистичное айкидо, короче, да. И часто с этим сталкивались, что вот условно мы, бляк, пожалуйста, мы там боремся в гарде, я хочу там пройти, и тут мне залетает, условно, колено или пятка в лицо, пожалуйста, залетите мне в колено, пятка в лицо, только микрофон не сбей. Да, да, будем затолкать, толкать, бум, да, то есть вам толкают лицо, и человек такой, как мне дали по лицу, немножко теряет фокус внимания, да, и перестает проходить гард. Неоднократно с этим сталкивался. Колено, да, там, локоть, нога, человек сразу же отходит назад, начинает трогать лицо, теряет своеточность. Вы должны понимать, что я теща, плохой мальчик, вы должны понимать, что голова, плечи, локти, кисти, колени, это все мои инструменты для прохода гарда, для создания пространства, для поиска возможностей. О чем я говорю, да, давайте поближе сюда, на примере, допустим, ласса гарда, да, я здесь, ты заправляешь ласса, я захожу, головой заныриваю, да, под ногу, ты снова закидываешь, снова выдавливаю, головой захожу, даю еще возможности, в одну, в другую сторону. Дальше, еще пример работы головой, смотрите, вот у меня позиция, я хочу положить на спину, я толкать ее буду долго, я могу использовать свою голову, я буду использовать как бы лоб, но она лучше с микрофоном, поэтому вот так вот. Я оказываю давление, делаю ему больно, да, тем самым получая над ним преимущество, проходя гард. Вот, вы не должны бояться пожертвовать, как бы, своей красотой лица, видели бы вы сейчас нашего оператора, вот, при проходе, ну, дадут вам по лицу, как бы, случайно ножкой. Представляете, есть виды спорта, где по лицу ногами бьют, например, в ММА, да, или руками в боксе, туда же люди ходят, как-то вот, регулярно по лицу получают, и ничего с ними не происходит. Поэтому не бойтесь получать ногами по лицу в джиу-джитсу. Едем дальше, давай, тоже чуть-чуть ближе сюда. Теперь немножко разорвем тему о том, при помощи чего мы проходим гард. Ляг, пожалуйста, ножки подними. Часто у людей для прохода гарда используется, дай бог, нога и дай бог, ладошка, то есть человек берет вот так вот. И вот он поскакал куда-то, ну, где-то может, дай бог, коленкой наступил, вот так вот держит, какое-то минимальное использование своего тела. Смотрите, ребят, что я могу использовать. У меня есть кисть, локти, плечи. У меня есть вот это вот жесткое зоно давления, это ключицы, солнечное сплетение, да, где мало мяса, торчат кости, голова. Это все то же самое с другой стороны. Это мой таз, это мое колено, это моя стопа. Все эти инструменты я использую при проходе гарда. Например, да, я взял, вот у меня одежда за рукава, я взял за штаны. Чтобы не дать ему возможность закидывать ногу, смотрите, что я делаю. Видите, я вставляю локти. Вот у меня локоть внутри, чтобы он не мог вернуть свою ногу. Будет вот так вот рука, легко возвращает. Я использую свой локоть, я использую свою ногу, чтобы дать давление, поджимаю. Вот я здесь. Я использовал разные инструменты. Да, или, например, он хочет здесь, я беру, вырываю руку, ногой. Использовал стопу как инструмент, использовал кулак, использовал локоть, чтобы получить контроль. Да, я использовал свои инструменты. На примере не слайса. Да, то есть вот я был здесь, у меня не слайс, я давлю коленом ему в живот. Да, ножки-то верни уже для приличия. Да, я локтем раскрываю его ногу. Я могу головой давить ему в голову тазом, прижиматься к тазу. Вот и притягивать еще. Да, это и притягивать. То есть я не только вот так вот ладошками хватаю человека и куда-то его двигаю. Я использую разные части своего тела для того, чтобы нивелировать его защитные опции и пройти его гарт. Только вы начнете вместо вот этого вот хватательного использовать ладонь, кулак, локоть, давление плечом. Да, давай на примере ласса. Да, ласса возьми, пожалуйста. Да, то есть я могу, вот я бум, я подтянул, вот я оказываю давление плечом, захожу, контролирую давление другим плечом. Постоянная работа на ногах, использование разных частей своего тела для прохода гарда. И финальное касательно прохода гарда, ну и касательно свипа в том числе. Это фиксация позиции. Напоминаю, что баллы вам не даются сразу, как вы телепортировались в позицию. Баллы даются через 3 секунды после. Ляг, пожалуйста. Это гигантская проблема у людей. Словно я прохожу гард. Вот знаете, бывает такое состояние, что вы понимаете, что вот-вот все. Я сейчас пройду гард, и вы такие. Завальяжно сюда закатываетесь. И вот тут этот чемпион мира по борцовскому мосту просто взрывается вверх. Да, куда-то. Сейчас вставляют ноги. Ну, или там. Ну, либо крутится, да. И вы, расслабившись, тупо не фиксируете позицию. Смотрите. Давай еще раз. Вы должны понимать, что... Ну, вспоминая вот это сравнение про член задницы, да. Что вот сейчас, когда вы проходите, это самый страшный для него момент. Самый последний момент, когда он еще может что-то выиграть, да. Не дать чему-то ужасному произойти. Поэтому, когда я здесь прохожу гард, словно я там его раскатил. Я здесь. Я контролирую. Да, то есть вот я вылезаю. Аккуратненько. Ножку достаю. Я максимально включаюсь в давление. Я не даю ему возможности повернуться, да. Я сразу же отворачиваю ему лицо, контролирую его таз и преследую его на ногах, чтобы забрать полагающиеся мне баллы. То же самое происходит со свипами. Давайте, лежи, 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 меня свипанешь. Любим свипом. Сейчас, смотрите, человек меня свипует. Давай, свипуй меня. Он не среагировал первый. Я встал. И он не смог забрать баллы. Просто потому, что в своем движении он не подготовил себя. А не дал себе запала доработать. То есть... Окей, давай из халгарда. Чтобы такого не было. Чтобы такого не было. Вот сейчас, например. То есть смотрите, вот он меня свипует. Ну давай, ну свипуй. Ну свипуй давай. Да, я, допустим, пытаюсь встать. Он меня контролирует. Он пытается меня, да, забрать позицию. Тем самым, реализуя свой план. Не давая мне уйти. Да? И выигрывая эпизод борьбы. Знали бы, он мне сопит в ухо. Да? Ничего. А? Вы должны быть готовы, что никто вам просто так ничего не отдаст. Каждый из вас на ковре за что-то сражается, да? В каждом голове свои причины. Свои цели. Но вы должны сразу же у себя вот убить ожидание легкого пути. Да, что я сейчас пройду и все, то оно будет хорошо. Не будет. Вы должны до последней секунды схватки дорабатывать. И будет вам счастье. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.